Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Саша, долг и кроссавчик Блондин, модно одетый И он говорит Я прихожу на кухню Папа весь в раздумьях И говорит Саша, вытри стол Что-то не очень хорошо думается Когда крошки И я так смотрю Говорю Папа, а где тряпка? Нету тряпки И он говорит, вдруг из такого вот человека. Создай тряпку! Егор, у тебя папа есть? Есть. Отлично, это очень важно, чтобы у мальчика был папа. Он здесь? Нет. А где? В Москве. Когда работаешь с микрофоном, держишь возле головы. Вот этот жест, который сейчас Егор демонстрирует, называется жест поддержки. Граждане взрослые пока себе записывают, что себя лучше не трогать. Куда девать руку, Егор? Ну ты только не держи так. Ты, понимаешь, нет, ее надо держать выше пояса, потому что подтянись, грудь колесом. Стоять нужно на двух ногах. Опору создай, потому что посмотри на меня. Вот смотри, да, я стою вот так на одной ноге, живот выпетело, согнулось, и руку еще так. Тенс. Расприми плечи. Тебе страшно, нет? Берите пример, вообще человеку не страшно. Смотришь на них, в глаза им проникновенно всем. Давай. Все записывают, что первый прием ораторский – это умение держать взгляд. Вот перед тобой зал, ты должен всех их охватить взглядом. Там, там, везде рассеянный взгляд. Не колупай, ничего. Тебе ссориться приходилось? Иногда да. И когда ты ссоришься, у тебя руки-то работают. Да расслабь ты, расслабь. Работают руки? Ты жестикулируешь, говоришь, в глаза смотришь? Да. О, значит, можешь, давай. Ну, возьми двумя, так уж проще будет, ладно. Микрофон все время держишь рядом с головой, но не сильно близко, да? Ножками оперся, плечи распрями. Ну, рассказывай, что хочешь. Да расслабься ты, Егорыч. Меня зовут Егор Галузин. Я родился. Я тебе буду мешать, а ты говори. Давай, зажимы буду снимать. Говори, говори. Давай, говори. У меня есть много верных друзей. Я хорошо учусь в школе. Вот, видите, себя нахваливает человек. Напишите, похвали себя сам. Все плохое про тебя скажут другие люди. Егор, теперь это надо спон там делать. Я люблю спортом заниматься, люблю гулять, люблю на велике кататься. Молодец, подожди. Вот у тебя прям, вот, мужичок, он, видите, у него же плечи, у него уже мышцы пошли все. Все супер, у него же животик такой крепкий. Давай, значит, Егорыч. Ты еще должен немножко так, давай, свободу движения покажи. Я люблю, я люблю ходить в бассейн. Третий юношский разряд заработал. Лицо счастливое сделай. Третий юношский разряд. Нет, ну ты не до такой степени. Ты просто, понимаешь, не надо вот так-то специально делать. Все жесты должны быть органичны. Просто вот ты стоишь и перед девчонкой хвастаешься. Вот я супер, обрати на меня внимание. Давай, вперед. Веду собственный дневник. Читаю интересную книгу. А можешь басок дать? Вот смотри. Я могу вот так говорить. Я такая хорошая и такая умная. И сейчас вам все законы ораторского мастерства расскажу. Просто все. С первого по последний пункт. А можно немножко ниже? У каждого человека есть диапазон. Посмотри мне в глазки. Ты можешь чуть-чуть басок дать, такой мужской? Чтобы девочки все сказали, ух, это там мальчишка. Давай. Давай. Ну давай, нахваливай себя дальше. Я ходил в поход, сплавлялся по реке. Ниже, ниже, ниже. И еще был на рафтинге. Так. Три раза катался еще на лодке. А ты можешь так вот со злобой так сказать, если подошел мальчик старше и выше, сказать, отойди от меня. Знаешь, вот даже не столько громко, сколько так, чтобы ему страшно стало. Можешь? Давай. Ну вот представь, он стоит перед тобой. Ну-ка, скажи, чтобы страшно стало. Просто сказать, отойди от меня. Отойди от меня. Жестче, жестче. Посыл давай мне. Отойди от меня. А скажи, а то порву, как грелку. А то порву, как грелку. Супер, похоже. Мужчине главный характер. Егор. Вот так покажи. Егор у нас победитель. Похлопаем Егору. Молодец. Беги к себе. Вас как зовут? Игорь, почти Егор. Давайте похлопаем Игорю. Давайте, давайте динамично. Идите себя прям показывайте во всей красе. Похлопаем. Всем добрый день. Меня зовут Игорь. Вот. И одна фишечка. Обратите внимание. Всем добрый день. Меня зовут Игорь. А что это такое-то у нас вообще? Что это? Держать надо. Шпагу. Это инструмент, друг мой. Понял. Понял. Понял, так держи. Спасибо. Вам немножко надо больше стационара. Некоторые встанут в столбик и стоят, понимаешь, в такую позу. А некоторые, как один у нас был адвокат учился, встал вот так и делает. Я говорю, а что вы сделаете? Он говорит, а дело в том, что я выработала годами. Я в суде привлекаю внимание в суде. Она засыпает. Я говорю, когда делаю, она просто на меня вот так смотрит, оторваться не может. Понимаете? То есть вам нужно чуть-чуть больше в стационаре серьезности. Клоунаду убираем. Клоунаду напишите себе. Должна быть дозированной. Я как раз люблю анекдоты рассказывать. Давайте. Я сам из Беларуси, но вот уже... Не ходим, чуть-чуть меньше ходим. Я сам из Беларуси. И сами мы люди не местные. Я хочу поближе подойти к людям. Я люблю ближе работать. Я работаю с людьми. Поскольку я из Беларуси, а там есть... Иди сюда, друг, Игорь. Все пишут слова-страдальцы. Поскольку. Скока, скока, скури на кока. Сеня, тыща, чек, здрасте. Чего? И шо? Чего? Ты чего? И чего? Ничего. Просто выговариваем все слоги. Понял? Спасибо. Вот это лучше не делать. Не, ну, конечно, если как Маяковский там... Достаю из широких штанин. Да. Если это и не единственная цитата из Маяковского, а только начало, да, будет интересно. Какая редкая цитата, вы знаете, вот сейчас просто... Да, какая она необычная, емкая и, вы знаете, свежая, вот что самое главное, да. Позвольте, я расскажу вам анекдот. Когда Лукашенко сидит у себя в кабинете, звонит телефон... А с лицом что случилось? С кладбища, что ли, вышли? Кладбище уже в первой части у нас отыграло. А вы... Серьезно. Сделаем лицо просветлевшее. Во. Вот посмотрите на него. Нет, вы не на меня смотрите, вы на них. Вам так комфортнее на него смотреть, когда у него лицо энергично сияет, когда он на вас смотрит. Рисую публику. Публика по отношению к выступающему – это всегда женщина. Нарисуем такую тетю. Сейчас мотю, чтобы запомнилась навсегда она. Почему же? Должен быть натурализм, естественность. Вот эта публика, смотрите, обратите внимание. Запомните навсегда, что по отношению к оратору публика – это всегда женщина. Поэтому поведение должно быть соответствующее. Представьте, пришли вы на свидание и начинаете тухлить. И нужно лицо держать, и крыльями махать. И если кто-нибудь какую-нибудь гадость скажет, а вы... Ну что ж поделать, да вот... Ну что ж, да. Такой интеллектуальный вопрос. Спасибо вам большое. Потому что если вы клюнете одного из них, они скажут, нас клюнули. Представляете себе, вы как только пальчик вот клюнете, как она вся отреагирует. Это женщина. Вот она вся, одна большая женщина. Ласкайте ее. Прелесть какая. Вернемся к анекдоту. Раздается звонок. Лукашенко поднимает трубку и начинает. Хорошая. Хорошая. Плохая. Плохая. Хорошая. Плохая. Хорошая. Через два часа кладет трубку, вытирает лысину и говорит, ничего без меня сделать не могут. Даже картошку перебрать. Так вот... Хороший анекдот. Хороший. Так вот, я думаю, что здесь мы сегодня собрались для того, чтобы картошку перебирать самостоятельно. Я думаю, что большинство из нас смогут это сделать. Я лично точно смогу. У меня это сегодня получается. Хорошо. Ну это только... А что это? Напишем. Великое высказывание Джузеппе Верди. В книге «Кури, пока не сдохнешь» я крупным планом написала. Конец не должен быть вялым. Есть одна любопытнейшая вещь. Вы вышли и что вы сделали? Вы сказали. «Здравствуйте, я, понятно, что не мама лошадь, вам, понятно, что не лошадям, сегодня, понятно, что не вчера. Буду рассказывать анекдот, понятно, что не кататься на роликовой доске». То есть это банальное начало. Вы начинаете либо с места в карьер за жабры сразу на проводе Лукашенко. То есть вы выходите и сразу на проводе Лукашенко пошла какая-то интрига. Либо, если уже интриговать, нужно интриговать постадийно. Лукашенко – это женщина. Вы приходите и говорите. «Так, проходи, раздевайся, сейчас мы выпьем и вина, быстренько поедим, потом ты в душ и займемся этим». Она вас посмотрит вот так, как на больного. «А это же женщина! Вы чего?» А вы ей сразу говорите, что вам нужно. А я стихий Маяковского. Понятно. Ты говоришь, что любишь розы, да я на них плевал. В стране нужны паровозы, в стране нужен металл. «И в пролет не брошусь и не выпью яда, и курок не дам над виской нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа». И вы должны подготовить женщину к… Многоточие. Еще раз вдумаемся. Вы должны подготовить женщину к… Чтоб она хотела слушать дальше. Мужик тугим узлом совьется, но если чувство в нем клокочет, всегда от женщины добьется того, что женщина захочет. «Сердце сердцу однажды сказала шепотом, только сердцем можно вылечить сердце». Это сказал мне врач, умудренный опытом, сердцем можно вылечить только сердцем. Мы дуэль устраиваем. Я предлагаю продолжить. Ну, это маленький элемент импровизации. Суть в чем? Суть в том, что, друг мой, дорогой Игорь, ненаглядный, не надо… Вот вы вышли и сразу сказали, что вы достаете из широких штанин и так далее. А я же вам объясняю, что доставать сразу не надо. Тем более из широких штанин. Надо, чтобы… Как бы вам это объяснить? И почему на сцене происходит постоянно пошлость? А потому что люди думают, что они такие волшебные. Вот они вышли, и уже это все должно в счастье быть. Это же я вышла, вот уже я, у меня же микрофон. Пишем. В ораторском мастерстве самое главное, чтобы тебе было, что сказать. Молодец. Сильные стороны Игоря, как оратора. Ну? Tall and handsome, да? Высокий, красивый молодой человек, представительный, голос низкий, тембр богатый, держится уверенно, лицо позитивное, взгляд хорошо работает. Ты смотри-ка, стихи знает наизусть, импровизирует. Это ж он не вчера подготовился, это ж он всю жизнь готовился. Да? Нужно походить на курсы ораторского мастерства. Вы используете 2% тех возможностей, которые у вас есть. У вас реально потенциал богатейший. М? Игорь. Почему говорили, и сейчас говорят, а я что, Пушкин что ли? А потому что Пушкин был как интернет. Вот сколько было детей у Людовика 14-го. А вот столько-то. А вот какого числа родился Бах? А вот такого-то. А что он спрашивает? А человек не знает. Он, а я что, Пушкин что ли? У Пушкина спроси. И вот до сих пор, вы понимаете, а я что, Пушкин что ли? И Александр-то Сергеевич прекрасно понимал, что... Человек не понимает смысл предложения, если в нем больше семи слов. Когда он умер, и вышел его слуга на порог, сказал, барин мой, Александр Сергеевич, и заплакал, выдавил из себя, помер. И люди плакали, которые стояли там, и городовые, и народ простой, и чиновники. Плакали? Для всех потрудился. В одном смысловом блоке не более семи слов, скажем, до логической паузы, до запятой, или до точки. Вот смотрите. Уж небо осенью дышало. Уж небо осенью дышало. Предлоги не считают. Три. Уж реже солнышко блистало. Три. Короче, становился день. Три. Лисов. Таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Шесть. И не сказать, чтобы бедный язык. Ложился на поля туман. Три. Гусей, крикливых караван, тянулся к югу. Пять. Приближалась довольно скучная пора. Четыре. Стоял. Ноябрь уж у двора. Три. Встает заря во мгле холодная. Четыре. На нивах шум работ умолк. Четыре. Своей волчихою голодной выходит на дорогу волк. Пять. Его, почуяв конь дорожный, храпит. Пять. И путник осторожный несется в горы во весь дух. Шесть. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева. Шесть. И в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. Семь. В избушке распевая, дева придет. Четыре. И зимних друг ночей трещит лучинка. Перед ней шесть. А вы чего такого наворачиваете? Вы что, умней пушкина, что ли? Сложно сочиненные, сложно подчиненные. Там какие-то предложения. Вообще-то еще по листку это все читаете. Напишите наличие бумажки в руках убивает половину интереса. Если уже вы держите бумажку, то пользоваться ей нужно грациозно, виртуозно. Это особое искусство. Нужно уметь это делать. Кто следующий? Ну, вперед. Уже он сел в первый ряд по центру, чтобы я не промахнулась. Похлопаем. Вас зовут Артем. Я хочу рассказать одну интересную историю. Нет, подождите. Мы же говорили, здравствуйте, я. Понятно, что не мама лошадь. Вам. Понятно, что не лошадям. Сегодня. Понятно, что не вчера. Буду рассказывать. Понятно, что не кататься на роликовой доске. Либо за жабры, либо с интригой. А вот посередине не надо. Подождите, подождите. Привыкать я трясет, что ли? Нет. Нет? Так вроде и не скажешь. А вот это еще такое. Можно узнать? Очки. Народ, вот когда вы выходите, по возможности сделайте все, чтобы вас слушали, а не разглядывали. В принципе, даже вот такие вещи иногда могут мешать. Все, что висит, бренчит, еще тем более очки на голове. Вот такие переходы романтичненькие. Потом вот можно узнать? Вот просто посмотреть, что у вас в карманах. Достаньте. Я это увидеть хочу. Ну положите вот сюда. Положите. Мы хотим видеть. А в другом кармане... Вот мне когда рассказывают, что иногда там носят плоскогубцы, молотки, гвозди какие-то вообще. Да, вот, ключи, предметы самообороны, маленькую сумочку. И короче... И вот конфигурация тела чуть-чуть меняется. А это-то что? Это шагомер. Это шагомер. А для чего он вам? Худею. Ага. Запишите, пожалуйста, когда идешь выступать. Вынь все из карманов. Сними всякие веревки, цепи, там вообще побрякушки. Я больше половины там оставил. А? Больше половины в зале оставил. Да. Вы не оправдываетесь, вы впитываете. Ну, уже лучше, конечно. Да. Но опять же, это не главное. Человек ценен. Запишите, не отсутствием пороков, а наличием достоинств. Так же и оратор. Вы можете присыпиотывать. В принципе, вот за буквально через пару минут людям станет реально все равно. Ну, я выйду и скажу, да, я немного сопелявлю. Ну и сто. Ведь самое главное, это то, что я говорю. Потому что весь нас, мир, и будут говорить в интернете, это тетка, которая сопелявит. Она такая классная. Весь нас, мир, читает книжки, которые писут. Как? Как заработать свой первый миллион сорока? Подождите, зачем вам первый миллион сорока? Вот вам конкретно, вот первый миллион сорока. Вот зачем? Вместо того, чтобы думать, как? Надо думать, что? Никто не знает, что, но все знают, как. Куча инструкций, как? Как? Сто! Затем! И вот представьте себе, я говорю вот так, глаз блестит, харизма во всем, и только я чуть-чуть не уговариваю. Ну и сто. Ну и сто. Потому что есть что-то главное, что-то в речи есть, в голове что-то есть. Прикол есть, понимаете? Ну-ка давайте что-нибудь главное выдайте. Сегодня утром ничто не предвещало, что я попаду. в этот прекрасный зал. Я шел по делам, гулял по городу и увидел огромный плакат. На нем было написано. Все хорошо. Я просто сейчас интонацию. Сегодня утром ничего не предвещало. И вот я иду, вижу плакат, большой такой, а на нем написано ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это называется рассогласование текста и интонации. То есть текст у нас позитивненький, а интонация у нас тухлая. Тухлая. Тухляк давит, товарищ. Ну-ка, сделал лицо счастливое. Энергетику поднял. Быстро-быстро с пола поднял все и это не значит громко, это не значит фанатично. Можно шепотом все то же самое говорить. Они будут слушать. Я скажу, знаете, я голос потеряла, но я буду говорить шепотом, потому что у меня есть текция, которая позволяет мне это делать и беречь свои связочки. Да, потому что это есть. Тух, ты ж дурак. А голос. Голос не главное. Лицо счастливое. Как будто у вас есть и девушка. И как будто вы не ходите на пикап и денег у вас как у дураков фантиков и здоровье отменное и нигде ничего не болит, не отваливается и шагомер у вас вон для сброса. Его нет, уже вы все сбросили. Вот как будто вы абсолютно счастливый человек. Вот сделайте такое лицо на время, ненадолго, поработайте немного. Есть такая вещь, ладно, нарисую так и быть, подарок для народа и населения. Называется ниточка. Напишите, забудете ведь. Нужно почувствовать вот эту ниточку с людьми, что вот она протянулась. Гена, здравствуйте, так приятно вас видеть. Спасибо, что вы приехали из Москвы. Вот почувствовать, чтобы они начали ждать. не надо надрываться, надо просто установить контакт. Понимаете, о чем я? Ну, не слишком долго, а то вы сидите и, понимаешь, контакт устанавливаете. Не до такой степени. И вот он установился и спокойно, без клоунады. Вам даю очень сложные упражнения, но вы справитесь. Вам нужно работать с голосом. Голос такой, на связках, это называется белый звук. Иду сегодня. Аж скрипит. Иду и вижу плакат. А у вас голос глубокий, богатый. Вам нужно добавить немножко интонацию секс по телефону. Это чтобы понятнее было. Но не такую иду я сегодня и вижу плакат. Я имею в виду немножко добавить мягкости. Воздуха на это будет уходить больше. Звук красивый себя услышать. Мы ведь обычно говорим, а себя не слушаем. Как мы звучим. И получается вот это все. И когда у меня зубы не открываются, такой щелкунчик, понимаете, который прилип. Знаете, такие логарифмические линеечки раньше были. Ротик-то он должен открываться, пачка-то должна открываться. Иначе как звук-то полетит. И вот этот белый звук. Здравствуйте. Я вам расскажу секреты убеждения на сцене. Понятно теперь, что такое белый звук? Да? Он идет как бы из горла. У меня легкие вообще не работают. Я на зубах работаю. Во! Классная девчонка, да? Не-не-не-не-не. Людям-то что надо? Вот это, ай, петрушечка, траля-ля, траля-ля. О, стрёмно стало. Она иногда строгость понимает, но только иногда. Если сильно строгим быть, она встанет и уйдет. Дозировано. Так, от вас только звук. Хочу звук и мысль. Я вижу плакат. Я вижу плакат. И на нем... Стой, 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 стой. Нет, ты в голову ушел. Надо вниз. Ми, ми. Эй, эй. Понимаете, то есть, когда вы... Эй, эй, отойди. Эй, эй. А не когда вы так... Эй, эй. Эффект Владимирского рожка. Эй, 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 эй. Челюсть открываем. Звук из пуза идет. Из пуза. Он тогда быстро похудеет. Я вижу плакат. О, но только не должно быть. Подождите, что, Данила Мастер, не выходит у тебя каменный цветок? Не выходит. Без натуги. Я вижу плакат. Вот, звук благороднее чуть-чуть. И на нем большими красными буквами. А еще и элемент прононса у нас имеется. И на нем большими красными буквами. Нос убираем. Как будто он заложен. Что с ним случилось? В лице переменилось. А? Носик и белый звук. Это то, что надо. Убираем нос. Перемещаем центр звука сюда. Сюда. Да расслабьтесь вы. Вы тренируйтесь. Они сидят, тухлят, а вы работаете. Целься в успех. Лицо держим. Начало сегодня. 9 июля в 12.00. Достаю телефон. Смотрю на часы. 11 часов 22 минуты. Первая мысль. Опоздал. Успех пройдет мимо меня. Вторая мысль. Я хочу сюда попасть. Подождите. Ну вот это попахивает лозунгами. Напишите. Люди ненавидят лозунги. Нужно говорить естественно. И не так долго. Вот понимаете. Взять какую-нибудь ерунду. Вот мне нравится в этом смысле иностранцы. С ними работает экскурсовод. Посмотрите налево. Посмотрите налево. Здесь нарисован пешеходный переход через Невский проспект. Здесь поребрик. Он очень высокий. Осторожно. Нужно поднимать ногу и наступать вот так, а потом вот так. Здесь фонари. Их зажигают после 11 часов ночи. Посмотрите, пожалуйста, направо. Здесь стоит наш автобус. У него две двери. Задняя и передняя. И нужно заходить в переднюю. Задняя потому, что не работает. Для того, чтобы мы могли видеть всех, кто прошел. И посчитать. У нас в наличии 32 пассажира. И все такие. На, вот переход. А, вот автобус. Посмотрите туда. Посмотрите туда. И туда. И они еще записывают себе. Вот они на экскурсию сходили. Вечером в ресторане сидят. Мы ходили по Невскому проспекту, по пешеходному переходу. Заходили в автобус. У нас такой хороший водитель. Надо бы ему на чай дать Вове. Куча эмоций. Ну вы-то русский человек. Микроскопическая мизерность. Об которой мы тут говорим. Об чем мы вообще говорим? Вот иду я и вижу плакат. Что дальше? Опоздал. Что дальше? Я набираю номер и спрашиваю. Девушка, если я приеду непосредственно на тренинг, смогу ли я взять билет? Девушка говорит. Да, конечно. Приезжайте. Что, вот таким голосом? Все, всех уволю. Ну? И через 10 минут я в этом замечательном зале. И несмотря на то, что... Нет, я это вытерплю до конца. Да, пришел, дальше что? Угу. Ничего, ничего. Вы молодец. Вы просто вообще гиней человечества. Что вышли. Терпите мои насмешки. Расслабьтесь. Я подумал, неужели я один такой? Какой? Такой точно один. Вывод. Вывод. Верьте в то, что даже самые сумасшедшие мысли могут принести немедленный результат. Чудесно. Знаете, почему они хлопают? Они себя на вашем месте представляют. Вы справились, что-то завершили как-то, а они хлопают. Им же страшно, если их клюнут. Видите? Вы присоединились к ним. Они вам сочувствуют страшно. Им страшно за вас. Страшно за себя. Но текст один, а вывод другой. Молодец. Похлопаем этому человеку. Он позитивный, не теряется. Я хотел попросить прощения. Вы изначально спросили, трясет? Я сказал, нет. Это было неправда. Попросить прощения? Нет, я вас все равно сейчас изображу. Я хотел попросить прощения за то, что я солгал вам вероломно. Да. Это неправда была. Меня действительно трясло. Но я боялся сознаться. Это что такое было-то сейчас? Изображаю в профиль. Тоже Фаберже, только в профиль. Ой, блин, как досталось. Все ужас. Спала три часа. Этот венок голимый. Вот знаете, его Таня Рощина с кладбища привезла. Реально. Он был мокрый. Я его сушила на балконе. И на своем, на общественном. Вот эти камни я допроситься не могла. Честно. Должны в 9 утра быть. Их приперли в пол-одиннадцатого. Уже было вообще не до них. Все плохо. Спина болит. Башня разрывается. Я только сижу и думаю, господи, быстрей, байня. Понимаете? Кому это все нужно? Это кухня, ваши страдалки, печаль ваша. Понимаешь? Вы тут что вышли? Тухлить, что ли? Так. Все записывают. Никогда не жалуйся. Не рассказывай свои слабые места. Особенно, если ты имеешь у себя в клетках Y-хромосому. Так. Где Егор? Быстрее, быстрее. Бегом, бегом. Взрослый дядя у тебя будет в качестве тренажера. Это я. Ну как бы в теле Егора. Ну вот так получилось. Понимаете? Егор, задача понятна? Этот дяденька сейчас еще раз пожалуется, что он мне неправду сказал. А ты ему ответишь по-мужски вообще, как надо. Давай. Егор, прости, я тебя обманул. Ничего, бывает. Усложняем задачу для Егора. Ты ему должен сказать, чтобы он не тухлил вообще. Надо сказать, будь мужиком. В конце. Давай. Дубль два. Жалуемся. Егор, прости, я тебя обманул. Не тухли. Не тухли. Будь мужиком. Ты же сильный. Это я. Что отвечает ученик? Не вопрос. Подбодри. Да любое, что в голову лезет. Главное, чтобы жизнь была, энергия. Да ладно. Иди себе. Давайте поплопаем Егору. Спасибо огромное. Кто следующий страдалец народный, прекрасный? Коленька. Вот он, геноцид. Тихо, тихо, секунду. Надо к болоту привыкнуть. Чужое болото только попал. В жизни не выступал вообще никогда. Микрофон какая-то вообще штука. Говорить мне вообще неприятно. Я нервничаю, сразу же предупреждаю. Зачем вышел, уже забыл, пока бежал. Стоп, все нормально. Подождите. Коля, молодец. Энергия есть, жизнь есть, глаз горит. Но перед тобой сейчас не фашисты, друг. Коленька, посмотри сюда внимательно. Да, я забываю, что передо мной толстый, страшный женщина. Крупногабаритная тетенька. Еще и голая, кстати. Коля, смотри. Вот внимательно сейчас, да? Средоточься. Грудь. Вторая грудь. Вот она сидит там. Ты сейчас вышел и сказал, ты че, виха? Ще тут тохлишь-то в болоте. Я видел, какой вы вообще обалденнейший. Че надо-то тебе, а? И как вы думаете, какие чувства испытали эти люди? Я не к ним вышел, я к вам вышел. Нет, подождите, вот, они-то вообще в скобках. На них плевать. Вот, вот оно поперло-то по трубам, вы понимаете? Вы ее взяли в скобки, еще сказали на них плевать. Стойте, 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 стойте. А, сейчас будет выплывать, смотри. Да, теперь надо выплыть. Нет, все поняли теперь, да? Вот просто, чтобы не забыться, вы выходите и сразу представляете, вот она лежит колышца своими целлюлитиками. А вы, жирная кляча, вставай. Она своей ногой как размахнется, как даст вам в челюсть. Ну, можно теперь я скажу? Сейчас, подожди, Коль. Спасибо. Раздышись. Иди сюда, иди, иди. Я чуть-чуть поработаю. Это нервный смех. Вышел хорошо. Энергия есть. Красивый парень. Умный. Коля большой начальник маленькой конторы, которая делает очень классные ремонты. Спасибо. Качественно. Ни одного шовчики аккуратненькие. Все, что за пароль и переделывают за свой счет. Все, теперь можно я скажу? Ну, сначала извинюсь, что... Подожди, подожди. Ну, тихо, женщина. Можно я скажу, пожалуйста? А я тоже часть, понимаете? Я понимаю, но все равно. Можно теперь я скажу? Чуть-чуть. Пусть закидает, и что. Посмотрите, я сидел в темной пещере, да, как мышка. Смотрел на коршуна. И мне вот порвать его хочется просто, когда вот... Где бедный? Кто там? Ты, да? Вот просто... Где ж твои амбиции? Вышел, взял себя за амбиции, и... Это женщина. Ты мужчина. Я не говорю, что мужчины боги, но это женщина. Если нас на сто тысяч лет вернуть вперед и посадить на банановое дерево, она будет мне прислуживать. Сейчас случилось все наоборот. Мир перевернулся, женщины рулят. Ну, стыдно быть такими мужчинами. Нужно иметь эти самые амбиции и не бояться. Реально, я не за себя, не за Наталью, я за вас, Игорь. Все хорошо, подождите. Руга. Сейчас, смотри, Коля, молодец. Вот это мне понравилось. С чувством и так. На эту тему фильм классный есть. Гранд Торино. Там один такой самец взрослый, маленького такого саметчика, учит, говорит, ну что там, девчонку у тебя отбивают. Ну, говорит, ну что такое? У тебя, говорит, нет ни зубов, ни яиц. Понимаешь, ни когтей, ничего нету. Это должно быть. В этом спору нет. Но, говоря какие-то такие вещи, вы параллельненько еще так меня макнули, опустили. Тем не менее, я вышел сюда. Коля сидел там, понимаешь, король, а я ему бананы подносила. Да нет, нет, нет. Все хорошо. Сто тысячи лет назад так бы и было, потому что я физически сильнее. Да ладно, еще вопрос. Я уверен. Давайте подеремся. Перевожу твою интонацию. Готов ли ты услышать ее, любимый? Ну, я слушаю. Надо было просто успокоиться. Вот у тебя энергии очень много, но ты ее фокусируешь, все как бы разбрызгиваешь вовне. Тебе нужно ее сфокусировать и направить. Тебе можно сфокусировать, когда во рту пересохло. Во-первых, ты же только что призывал. А сам тут рассказываешь, что у тебя во рту пересохло. Кого это колышет? Где у меня пересохло, понимаешь? Просто людям пытаюсь дать понять, что здесь чувствуешь, когда сюда выходишь. Ораторы пишут, не оправдывайся. Да, понял, и работаем дальше. Меньше слов, больше дела. Энергию фокусируешь, забыли, стерли все, что он и клюнул, и меня, и я там, в общем, ему бананы чищу. А бананчик-то он из-под корочки вышел все равно. Ну, вот он, шовинизм-то мужской. Ничего подобного. У меня любимая девушка, я уверен, что глава семьи она, а не я. Ну, вообще, вообще все прекрасно. Смотри, заходишь наверх, спускаешься, как будто, вот просто с достоинством, взрелый, ты еще мальчик, взрелый муж. Попку не гладим свою? Коля, Сия Руси, фирма Богатырь. У меня к вам предложение сказать несколько слов о своих сотрудниках, о том, какие они классные у вас. Лицо держим, не тухлим. Один из них сидит в этом зале, его зовут Виктор. Виктор, помахай. Помахай. У него очень интересная судьба, у этого человека. Да и вообще у меня интересная судьба, и моя судьба связана... Коля, подождите секунду, связана с Аталией Грейс. Подожди, так ты работай, но я хочу, чтобы ты прием-то освоил. Ну, что ты мне вот просто вот... Ты вот типа как вот дерешься, все мимо, мимо. А мне надо, чтобы ты в глаз. Я понял. Смотри. Голос ниже сделай бархат. Не суетись, говори медленнее, весомо. Потому что, когда ты так говоришь, женщины все... А, Коленька. А когда ты их глушишь вот этой скоростью, понимаешь, массой давишь. Напрягаешься. Давай с весом, с чувством, с толком. Хорошо, хорошо. Вот, лицо счастливое. Давай, хвали Витю. Два месяца назад, даже три, наверное. Светлое лицо, говорю, сделай, не тухли. Я взял его к себе на работу, работать просто отделочником, увидел в нем своего будущего партнера. Все, выговаривай. Отделочником! Отделочником, выговаривай. Хорошо. Я взял его в отделочнике. Лицо. Я взял его в отделочнике и увидел в нем абициозного человека, из которого решил вырастить своего партнера. И случайно, когда я рассказывал ему, кто я, я рассказал, что делал ремонт Натальи Грейс. Его глаза округлились. Он смотрит на меня. Наталья Грейс? Я на Украине просто мечтал познакомиться с ней. Я просто жил. Я читал в интернете, смотрел ее тренинги. Я мечтал увидеть Наталью Грейс. Я хотел плюнуть на свою Украину, приехать в Россию. Нет, сейчас не то опять все. Вот я бы вышла и сказала, вы знаете, у меня такие люди потрясающе работают в моей конторе. Самый лучший кафельщик в Питере работает у меня. У него руки золотые. И плюс он руководитель классный. Похлопаем Коле. Коля вообще звезда у нас. Фирма Богатырь. Молодцы. А теперь я расскажу вам один прикольненький секретик из ораторского мастерства. Я его называю «Способы выразительности в звучащей речи». Ну, когда вы видите перед собой письменный текст, там все просто. Заголовок выделен жирным, поставили знак восклицания, нота Бене, обратите внимание, какой-то значок. А как сделать акцент, если идет речь о звуке? Единственное, что используют люди, к сожалению, в массе своей, это увеличение децибел. Этот прием я называю «школьная учительница». Дети, тихо! Ужасно. Какая есть альтернатива? Оказывается, что альтернатива есть. Сейчас я расскажу простые вещи, используя которые вы сможете усилить звук, улучшить его воздействие на слушателя, добиться более высоких результатов. Первое. Вместо того, чтобы надрываться и орать, некоторые вещи лучше сказать тише, при этом с утрированной дикцией. Если вы говорите тише или если вы говорите очень быстро, у вас должна быть обязательно утрированная дикция, потому что, когда вы говорите быстро, мелкая техника губная должна работать на тысячу процентов. И второй прием – это чётче говорить, чеканить слова, если нужно. Если мне нужно донести до вас какую-то мысль, неважно, предположим, я говорю с человеком не очень мне приятным, и мне нужно поставить его на место. Не стоит кричать. Можно, как говорит одна моя коллега, опугать, нужно тихим голосом. Я запрещаю вам разговаривать со мной в таком тоне. Вы чеканите слова. Доходит отлично. Прямо иголочкой в маслице. Тык, тык. Прямо в ушки туда. А мозги-то они мягкие. Чик. И туда всё это проникает. Оказывается, что можно растягивать буквы. Напишем «растягивать буквы». Растягивать буквы. Далеко не каждый человек может растягивать согласные, как это делал, например, Маяковский, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Высоцкий. Я не люблю, когда мне лезут в душу, особенно когда в неё плюют. И он тянет L. Плюют. Понимаете? Плюют. Я не знаю, какие конкретно буквы будете тянуть вы. У вас должно быть своё органичное звучание. Намного проще тянуть гласные. Это не требует особенной подготовки. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И что получается? И фактически, когда я что-то рассказываю, вы можете заметить удлинение Наташенькой Грейс Отдельных гласных Это понятно? Ну и, конечно, паузы А паузы могут быть живописными Не просто вот по-тупому, как на лекции в ВУЗе Его не слушают, он замолчал и стоит Носом шмыгает Это не те паузы Паузы должны быть взвешенные А бывают еще паузы раздумья Если уж вы говорите Нужно эти паузы смаковать Я не знаю, какие там у вас звуки Но вы же можете это делать А, еще одна фишка есть Очень просто прекрасная, потрясающая Я это называю Пофразовое говорение В отличие от пофразового говорения Есть еще сосисочка, нарезочка Уж небо осенью дышало Затыки Уж реже солнышко блистало Короче, становился день нарезочка Сосисочка Лисов, таинственная осень С печальным шумом обнажалась Как в школе, главное Громко и в конце каждой фразы рубить А пофразовое говорение Подразумевает, что вы набираете воздух И набираете энергию, чтобы завершить мысль От начала до конца Уж небо осенью дышало Вы набираете оборот Уж реже солнышко блистало Вы растягиваете гласные Короче, становился день Вы пошли на взлет Лисов, таинственная осень С печальным шумом обнажалась Ложился на поля туман Гусей крикливых караван Тянулся к югу Приближалась довольно скучная пора Стоял ноябрь уж у двора Встает заря во мгле холодный На нивах шум работ умолк Своей волчихой уголодной Выходит на дорогу волк Его почуяв, конь дорожный храпит И путник осторожный Несется в гору во весь дух На утренней заре пастух Не гонит уж коров из хлева И в час в полуденный В кружок их не зовет Его рожок В избушке распевая Дева придет И зимних друг ночей Трещит лучинка перед ней Привет Егор меня зовут Егор? Как и маленького Ну бери микрофон, Егор Гамлета на английском Вряд ли его кто-то знает Что-что сейчас было, что-то я не поняла Монолог Гамлета на английском И такая взгляд Вряд ли его кто-то знает И мы не поняли, зачем вы это ляпнули Чтобы сказать, что мы отстой Нет Или сказать, что Что это интересно А, или что это интересно Или что А, все равно ошибок не заметят Нет, я хорошо по-английски говорю Короче говоря, пишем Великий принцип Егор пока привыкает Вот такой Это не чмари себя при людях Не чмари себя при людях Ничего не говори В плане сомнений Неуверенности Из Гамлета Они-то ждут на русском Так, туда Вот в ту лесенку Спокойно выходим И без вот этих всяких телодвижений Мне Похлопаем Так Не справился с заданием Вышел, говорит, лучше Что это такое было-то? Снова вниз Только уже не с лестницы Без всякой вот этой галиматии Выходим И начинаем говорить еще раз Бегом, бегом Если вы сомневаетесь Боитесь Никто ведь не догадается Просто не говорите об этом Фейс держим Глазки горят И Да, я знаю Хочется ляпнуть гадость А вы не говорите Тихо Надо же себя подать Все прекрасно Подождите Английский-то узнаете Но Где актерская работа? To be Or not to be Та-та-та-та-та Та-та-та-та-та-та Не суетимся Подожди Дайте им почувствовать ниточку Выберите какую-нибудь конкретную девочку Вот смотрите Вот пациент Вот вам рукой машет Вот ей Сколько сразу ладошек появилось Так Все хорошо Подожди Молодец Егор Подожди Голос есть Чуть больше расстановочки Спешишь Паузы Задыхаешься Набираешь воздуха И дальше Причем Не пытайся Выплюнуть все слова сразу Ты должен Потихонечку идти И те они должны чувствовать Что вот он финал Нельзя кончить в самом начале Поддержим Работаем Работаем Не спешим Вам нужно Медленнее 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 Девяносто Сто 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 десять Сто двадцать В минуту Стоим Пока не успокоится Хочешь Хочешь научу Прямо при них Чтобы вообще трясти Перестала Перед выступлением Идешь туда Где тебя никто не видит Ты начинаешь Трястись Давай трястись Вот так Просто медитация Трясучка По оше Давай Давай И вот так еще Голосом Так Дело в том Что гормоны Которые вызывают Вот это Они заканчиваются Теперь ровно Дыши Медленно Вдох Медленно Выдох Так давай Говори Да плевать мне На эти все страхи Давай Да плевать мне На все эти страхи Я супер Я супер Я сейчас Держи Покажу маленький тренинг Перед монологом Тренинг Из повышения самооценки Называется Я Егор Я тебе говорю Фразу Ты ее повторяешь И добавляешь Я Егор Смысл в том Что твой мозг Полностью уверен В том Что он Егор Но не полностью Уверен В том Что ты красивый Благородный Достойный любви Талантливый Успешный человек Поэтому нужно Эти слова Из той зоны Перетащить Там где хранится Я Егор Все Это решается За 21 день По одной минуте в день Показываю Я умный Я умный Я Егор Я добрый Я добрый Я Егор Говори так Чтобы мы в это верили Я благородный Я благородный Я Егор А голова вот так качает Я благородный Я сам Я благородный Я Егор Я Егор Я нравлюсь людям Я нравлюсь людям Я Егор Пытайтесь быть естественным Маленькая пауза К сожалению Наша самооценка Очень зависит от внешних похвал Давайте я вас похвалю Вот вы мне нравитесь Спасибо 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 вам большое Спасибо Нет, все хорошо Наталья Евгеньевна Мне приятно это слышать Наталья Евгеньевна Мне очень приятно это слышать Спасибо Вы мне нравитесь Почему? Потому что у вас умное лицо Потому что один на миллион Наверное знает этот монолог Потому что у вас красивые брови Вы знаете, у меня слабость брови Просматривать У вас брови красивые У вас высокий рост Вы аккуратный человек Видно, что вы следите за своим гардеробом С ним увереннее Он самоувереннее Вот туда посмотри Не чмори себя при людях Я супер Так Я добрый Я добрый И я Егор И я щедрый Я щедрый На девчонок смотрим Я щедрый Да Я Егор Я люблю делать подарки Я люблю делать подарки И я Егор Я люблю угощать Я люблю угощать И я Егор Я люблю платить Я люблю платить И я Егор Мне нравится учиться Мне нравится учиться И я Егор Руку выше пояса держим Как-то да. Я люблю узнавать все новое. Я люблю узнавать все новое. Я Егор. Я супер. Я супер. Я Егор. Я нравлюсь тебе. Я нравлюсь тебе. Я Егор. Я справился со своим волнением. Я справился со своим волнением. Я Егор. Так, проверим. По-моему, лучше. Ой, намного лучше. Да. Отжаться можешь от пола? Да. Сколько? Да, конечно. А на двух пальцах можешь? Вот Брюс Ли 800 раз сжимал. Знаю, знаю. А что это такое-то сейчас было? Я знаю, знаю. Зал. А, включил ребенка. Зачем? Ну так легче. Кому? Мне легче так? Дайте мне вашу энергию. Дайте, дайте, дайте. Я хочу вашу энергию. Мне так легче, мне так легче. Куда подключиться? Ага. Дайте мне вашу энергию. Ну-ка, мужика включил. Мне вот это понравилось сегодня. Ну? Ну? To be. To be or not to be that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms. Супер. Смотрите. Здесь открылся обалденный баритон. Иди сюда. Сделайте такой свет кислотный, пожалуйста. Звукач. Кислотный. Ой, какой звукач. Кислотный, такой красный. Вообще, да, зал в темноте. И ты должен с кислотой в голосе сказать to be or not to be that is the question. Свою информацию вложи, не мою туда. Сейчас я скроюсь, подожди. Да, я посмотрю из зала на тебя, красавца. Настраивайся. Трясучку убирай. Используй их как тренажер. To be or not to be that is the question. Так, начало было многообещающее. Молодец. Ты публику довел до экстаза. Егор, Егор, смотри на меня. Работаем в паре. Я дальше забыл, как там. А кого это колышет? Ты же тут, а не английского, не знаю. Ты забыл. Так, повернулся туда. Смотри, там что написано? Хороший переходитель. Есть такая вещь, и все пишут. Профессиональная лажа называется. Если ты лажаешь, лажай профессионально. То есть на белом глазу, вот поешь ты, и звезда звездою, и ты от усталости забываешь слово говорит, но ты, и все играют, а тебе надо петь, и все оркестр уже тянет, а ты молчишь, и ты звезду нет. И это нормально. Поэтому просто гонишь пургу дальше. Главное, чтобы глаз горел. Поехали сначала. Поддержим. Додержи до конца во что бы то ни стало. Додержи до конца во что бы то ни стало. Молодец. Но это еще не все. Отличный ученик. Кислотный свет. Зал в темноте. Мне нужна кислота. Зал темный. Попробуй. Теперь, видишь, тебе не приходится стоять. Нога на ногу положи, я присмотрюсь к твоей новой позе. Не настолько. Нормально так, просто. Ну просто нога на ногу. Спокойно, без скривляния. Микрофон лучше держать не там. Вот то, о чем я говорила как раз. Друг, сосредоточься. Просто есть ты и работа. Без хрипоты в голосе, иначе связки сорвешь. Попробуй твоим красивым баритоном, но не с самого начала гав-гав-гав. Разойдись к концу и поставь в жирную точку, чтобы они похлопали. А потом встань и вот так сделай, чтобы похлопали они тебе. Поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Руку к сердцу приложи. Вы знаете, я испытала эстетическое наслаждение. Подожди, это еще не все. Смотри, вот там череп лежит, видишь? Возьми его в правую руку, пожалуйста. Можно крышечку оставить? Оставь крышечку. Садись. Не ерничай, садись туда. Просто вот так возьми, чтобы череп был виден. Да просто на руку положи. Вот. Вот так. Ну, чтобы мы череп видели. Чего ты нам дырку показываешь? Вот. Я же ему в лицо смотрю или нет? Не ерничаем, Егор. А то я сейчас быстренько сделаю бубо. Ты иногда можешь на него поглядывать. Твоя задача сейчас. Весь монолог от начала до конца держишь. В конце, когда последняя фраза, встаешь, говоришь фразу убийственно. Прижимаешь руку к сердцу, кланяешься. Оставляешь черепок на полу и микрофон, и уходишь со сцены. Зал ревет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦЕЙ НЕГРОМ ЧАСТАНСКИЙ ЧАКС КОНЕЦКИЙ ЧАКС АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тут написано. Иди сюда, приколю за храбрость. Спасибо. Носи. Надо еще маленького Егора примировать. Ты супер, работай, короче, над собой. Егорыч, я тебе дарю не только значок, но поскольку ты у нас самый маленький, дарю тебе вот это. Всем курильщикам будешь показывать и сам никогда не курить. Обещай, что не будешь пробовать эту гадость. Кури, пока не сдохнешь, называется. Так, держи. Значок тебе за храбрость. Вот что значит, друзья-стоматологи, снабдили меня значками. Молодец, Егор, спасибо. Кто следующий? Лена, ну, работайте с залом. Что вы хотите им сказать? А с лицом что? Лицо такое... О-о-о-ой! Даже если вам дюжа страшно, а вы такое лицо, типа, ай, да ладно, подумаешь, у вас трясет все, а вы так... Мелочки. Какая ерунда. Какая ерунда, да. Ну, расскажите о себе. Зачем вы сюда пришли вообще? А что с глазами-то случилось? Зачем их... Это моя особенность. О-о-о, ассертивная реакция, да. У нас есть тренинг ассертивного поведения, молодец. Ну, не надо так делать глазками. Я, конечно, все понимаю, что мне тоже... Наталья Евгеньевна, но это моя особенность. А вы попробуйте со сцены работать, а у меня, может, такая, понимаете, проходите каждые три шага вот так вот делать. Ну, понимаете, и вот читаю я тренинг «Основы лидерства». Ну, у меня особенность. Ну, а что, понимаете, я так жила, меня научили, что так нужно. Это принцип, признак крутизны. Вид персона. Понимаете? Упорство. Так зачем я сюда пришла? Да, зачем? Меня интересует собственное саморазвитие и последнее время... А лицо? Лицо. Для меня это очень серьезная тема. Но лицо-то сделайте так, словно у вас все хорошо. Саморазвитие вам так просто для бантика нужно. Но, тем не менее, меня интересует мое саморазвитие. И сюда я пришла, чтобы почерпнуть для себя многое нового. Работать, самосовершенствоваться и достигнуть собственной вершины. А чем вы занимаетесь? Я врач. Что лечите? Психику. О, то есть вы мозги лечите людям? Да, я психиатр. Расскажите нам какой-нибудь прикол из вашей практики. Вот интересного какого-нибудь пациента. Наталья Евгеньевна, вы ставите меня в тупик с этим вопросом. Почему? Что с глазками? Я вспомнила одного пациента на самом деле. Вот что сейчас было? Нет, Леночка, давай, иди сюда. Вы ставите меня в тупик, Наталья Евгеньевна. Я озвучила свои эмоции, которые вызвали вашу вопрос. Началось. Да, вы мне тут не тренируйтесь на мне. Эти фишки-то психотерапевтические. Я с ними знакома. Я хочу, чтобы... Ну, я работаю со здоровыми. На голову, по крайней мере. У меня был очень один интересный пациент. Просто насколько это уместно будет рассказывать эту историю сюда? Нет, 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 подожди. Насколько это будет уместно? То есть человек сейчас рассказывает мне, что то, что он расскажет, это полный отстой и никому не нужно. И после этого, чтобы вас слушали, да? Вместо этого надо говорить. Ну, возможно, это может быть деталь и... Нужно упустить. Не столь шокирующая, да? Она шокирующая. Но вот меня она реально зацепила. Я узнала. Вот, мама рассказывает. Приносит, короче, домой торт. Мне лет 12. И потом такая, не, надо его выбросить. Я говорю, а чего? Больной один подарил. Я говорю, что? А, он сифилитик. Я говорю, мам, так торт-то он вроде... Ой, да не, он сифилитик, давай выбросим. Ну, это серьезнее, чем просто сифилитик. Ой, это... Вот, вот она пошла интрига, вот то, что я хотела. Да. Теперь, значит, надо чуть-чуть накрутить. Расскажите, почему это серьезнее? Давайте. Просто этот пациент знал единственную... Молодец, молодец, молодец. Все, садитесь сюда. Вот представьте, вы входите в роль. Граждане собрались, заплатили вам, это юные психотерапевты. И вы мэтр. Мэтр. Ну, вот вы там уже рассказали, основы теории, там, шизо, там, паранойя, анаэроид, бред. И вы типа такого, что доктора можете не записывать. Расскажу одну байку. Так, был у меня один пациент. Звали его Юра. Фамилия Каменный. У него был достаточно сложный... Подождите, подождите, мы работаем, работаем. Что, с какой фамилией? Каменный. Ага, дружочек мой, вы когда фамилию-то такую выковыриваете, ее-то нужно выковырить. Сан-Свич Пукин. Заступница усердная. Заступница усердная. Дружочек мой, все сначала выговариваем ваша фишечка. Это интонация и дикция. Итак, был у меня один пациент в моей практике. Я могу сейчас озвучивать его фамилию. Фамилия его была Каменный. Шикарно. Только с буквой К что-то случилось. Аменный. Фамилия его была Каменный. Ага, так. Знал он всего одно слово. Некоторые улыбаются, они просто знают уже эту историю. А вот зачем вы это ляпнули, девочка моя? Должна интриговать. Задавляющее большинство не знает этого. Так вот, знал он только одну фразу. Когда ему задавали вопрос на утреннем обходе. Юра, как у тебя дела? После этого в клинике никто не задавал друг другу таких вопросов. И было не принято говорить, спрашивать у коллег, как у них дела. Потому что ответ был один. Не тухлим, дружочек, не тухлим. Когда я расскажу историю не своей практики, а ту историю, которая, тот рассказ, который меня впечатлил. Молодец, умничка. Все пока пишут себе. Есть такой прием мощнейший. Его 911 постоянно используют. Называется «Могущество деталей». Пишем «Могущество деталей». Типа, был у меня один коллега, необычный человек. У него веснушек много, и знаете, весь он рыжий. Спасибо, что вы поддерживаете меня. Молодец. Итак, история, которая впечатлила меня. Началась она так. Шел один мужчина, шел по берегу моря, и вдали увидел мальчика, который что-то поднимал с песка и бросал в море. Когда он подошел к нему ближе, он увидел, что этот мальчик поднимает с песка морских звезд. Поднимает и бросает их в море. Вокруг было очень много морских звезд. Их были тысячи и миллионы. И он спросил у него, зачем ты делаешь все это? Ведь это глупо. Ты никогда не сможешь спасти всех этих звезд. Потому что мальчик подумал, посмотрел на одну из звезд, которые были у него в руке, бросил ее в море и сказал, мои действия изменят очень многое, по крайней мере, для этой звезды. Умничка. Сейчас маленький эксперимент. Нужно три человека. Вас как зовут? Александр. Вас? Артем. Юрий. Юра, садись на кресло. Вот ножницы. Нужно привязать товарища к креслу, так, чтобы он самостоятельно не мог освободиться. Поехали. Юра, садись на кресло. Я же сказала, чтобы не мог сам освободиться. Что это такое здесь? Вы двое свободны, а вы пока сидите, пока не надоест. Вы освободились. Ну, вязальщики-то у вас какие, понимаете. Коля, исправь ситуацию, пожалуйста. Я бы привязала просто руки вот так вот, и все, и ноги связала. Большинство людей даже не в состоянии завязать. Сами тут рассказывают. А человек-то он уже освободился. Молодец. Похлопаем. Спасибо огромное. Расскажите, пожалуйста, про искусство планирования и про активные продажи. Про продажи рассказать? Какая пошлость, боже мой. Ладно, сейчас расскажем. Буквально недавно Даша принесла мне статью, которая называется «Дауншифтинг». И у меня есть знакомая, которая этот дауншифтинг собой иллюстрирует своей жизнью. Она занималась продажами, продавала дорожно-строительную технику, зарабатывала около 200 тысяч рублей в месяц. Лучший продавец в Петербурге. Вот эти всякие желтые машины, которые ездят, их просто так не продать. Они стоят там по миллиону евро. Бегала на каблуках по стройкам. Перелезала через заборы на дачах. Если увидит такую машину, стоит, она говорит, вот, это не просто человек, если у него во дворе такая машина. Это 100% хозяин строительной какой-нибудь корпорации. Он только может себе такую машину позволить. Потом потихонечку, слово за слово, связи, разговоры, и хоп, смотришь, у нее опять самые большие продажи в течение месяца. И в какой-то момент, Оля ее зовут, садится она и говорит, зачем я живу. Я с утра до вечера провожу время в пробках. Я нервничаю, нюхаю бензин. Езжу на корпоративном Форде. Ну и что? Мне дают корпоративную трубу. Ну и что? Чтоб я по ней облучалась. Я тащу домой эти документы, доделываю это дома. Я встаю в 7 утра, чтобы в 8 выйти, в 9 быть на работе. Я приползаю домой в 8, чтобы взять эти несчастные бумажки, пожрать, одеться и снова идти туда, на работу, продавать дорожно-строительную технику. Мамочка, я не читаю, не развиваюсь. Я ем каких-то синявинских куриц. Знаете, да, когда если кладбище размывает, то те, которые последние 10 лет закопали, они как новенькие, потому что мы столько консервантов едим. Им ничего, как святые просто, нетленные тела. И она говорит, зачем? Я совершенно перестала расти внутрь. Я только расту, у меня планка, цели, деньги. Зачем? Просто уволилась. И сидит дома. Сидит, играет в шахматы на компьютере, читает классику. И говорит, вот пока мне выдали там оклад, пока его не проем, буду сидеть и думать, зачем я живу. Мозг включать. Думала 9 месяцев. Говорит, ну и дура, за это время ребенка могла родить. Но она нашла ответ локальный, не общий такой, о смысле жизни, а локальный, для себя, временный, вот сейчас. Что сейчас не хочу работать. И нашла ответ. Сдала свою квартиру. Ну и что, говорит, что в моей квартире с кожаными диванами, с новым ремонтом, с зеркалами, с огромной ванной будут жить чужие люди и даже что-то испортят. Неужели я так завишу от этих кирпичей? Я живу в этом аквариуме, как рыбка, носиком тыкаюсь туда, 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 туда. И все, вот она моя коробка. Я не путешествую, не живу, не вижу народы, континенты, города, храмы, монастыри. Гималаев никогда в жизни не видела вот этими глазами. Все только в интернете. Что делать? Сдает квартиру. И толкает такие же лекции своим друзьям, знакомым. Да что ты там в этом спортмастере нашла за 25 тысяч? Посмотри на свою жизнь. Ты приходишь домой, ешь полуфабрикаты, падаешь замертво, не всегда даже у тебя есть силы помыться. Утром ты встаешь, опять ползешь туда, бросай все, сдавай свою двушку, поехали компанию, соберем и поедем. И собрала компанию и поехали в Индию для начала. Сейчас уже на сегодняшний момент два года человек путешествует. Вот это называется дауншифтинг. Уход от традиционных ценностей, карьера, стрессы, работа, деньги, зарабатывание, погоня, покупляндия, бренды, шменды и углубление в себя. И если посмотреть на большинство знакомых ее вокруг, что произошло за эти два года? Она увидела 40 стран и множество людей, рисует пейзажи, сидя в Гималаях. А ее друзья купили чуть больше барахла и на два года состарились. Я не за одну крайность и не за другую. Каждый решает сам. Я просто против навязывания и против агрессивной рекламы. Вот это очень важно понимать. Спасибо. В заключение нашего вечера мне подали жизнерадостную записку. Наташа, уже 16.00 начинает расти оплата. Вот это продажи в действии. И никого не колышет. Творчество не творчество 16.01. Время капает. Я и то, и сё, я и та, и апатия, и суета. Я и эх, и ох, я и ух, я и тело, душа и дух. Я и ой, и про, я и за, я и смайл, и вода, слеза. Я и соу, и я с и иф, я и лодка, но я и риф. Я и ай, я и уй, и ой, что и те, и не те со мной. Я и да, я и нет, и но, я и мед, и вина, вино. Я и та, и не та, и ну, я и а, я и ой, и у. Я и так и ся, кто же я, а я сама своя, не своя. Всё.